Бобруйский курьер Когда я брался за этот проект, то, конечно, я хорошо знал историю этого издания, и определенная какая-то ответственность, что ли, конечно, была, потому что я понимал, что было до этого, до меня, понимал, что у этого издания такая вот длительная и славная история, что эта газета была одним из первых независимых изданий на этой территории, в этом регионе. Поэтому с самого начала Бобруйский курьер опирался на эти ценности и опирается ныне, выходя уже в интернете. Последние четыре года мы выходим только в электронном виде, бумажная версия не выходит. Ну, наилучшие времена, золотой век, так сказать, был в истории этой газеты, конечно, тогда, когда она начинала выходить. Это 1914-1917 года. Поскольку тогдашние власти, хотя это была Российская империя, они не вмешивались, по крайней мере, в хозяйственную деятельность издания. Следующий золотой век или, может быть, попытка золотого века произошла или случилась как раз в 2003 году. Когда я занялся этим проектом, несколько месяцев местные власти нам не мешали. И вот за эти несколько месяцев мы сумели увеличить поступление от рекламы в два раза. То есть за три месяца работы поступления от рекламы увеличились в два раза. И продолжали расти. Также увеличились поступления от продажи газеты в розницу. И это позволяло говорить о том, что наступает вот этот долгожданный золотой век, что мы будем и в дальнейшем развиваться, и, может быть, все будет с нами хорошо. В 2004 году в Белоруссии была создана диалогическая вертикаль, которая лишила нас возможности заниматься рекламой, как мы до этого занимались успешно, надо сказать. Отсекла от нас рекламодатели. А это крупное предприятие Бобруйская региона, банки. И это сказалось, конечно, не могло не сказаться, не могло не отразиться на экономическом положении газеты. Просто из-за этого фактически свое развитие газета прекратило. В 2008 году мы из сайта сделали портал. И благодаря этому, когда прекратил выход бумажный вариант газеты, мы смогли, естественно, таким образом перейти на электронный. Вот и сейчас, по прошествии четырех лет, продолжаем заниматься этим электронным вариантом. Это очень тяжело. Была праца, была редакция. Мы туда приходили каждый день. Потом один день оказывается, что все трудовые книжки вертают. Мы застаемся без працы. Надо шукать працу. И для дома это очень тяжело. Такой психологичный стан. Но потом, когда паперовая версия бобруського курьера спонялась, фактически одразу пошла в денежный сайт. И мы працевали на сайте. Ну, тяжко, не тяжко. Но оно и паперовая версия, где мы в газете працевали, так само были свои тяжкости. Меня, например, звали в газету, вельми поспеховую в коммерсийном плане. Там, конечно, умовы на шмат лепше працевать звали. Але я отмывался. Бо я не уявляю, як можна працевать в иншой газете. Я уже стольки год працую в бобруськом курьеры. Это моя родная газета, як мой родный дом. Мои журналисты сябры. И тем больше я могу писать то, як я думаю. То есть никакой цензуры нема.